Приветствую Вас! С Вами Сергей Корнилов. И Вы смотрите видео из плейлиста на этом видеоканале под названием «Звездный календарь» от Беатрис Цейтель и Анника Гришко. Приглашаю Вас ознакомиться и с другими плейлистами на этом канале. Наше Солнце поравняется со звездой Атрия в период с 10 по 14 декабря. Той, что сияет во вновь открытом созвездии Пантера Пардус Ха, представляющего образ небесной черной пантеры на пути небесной нации Больших Кошачьих. Нам известно, что звезда представляет собой поистине прекрасную семимерную звезду, сияющую непосредственно в солнечной чакре великолепной пантеры. Из солнечного сплетения исходит чувство глубокой уверенности, законности права на свободу совместно с превосходящей Божественной Силой, которая движет воинами семейства небесных Кошачьих в ситуации, когда их оскорбят чем-то, и они без каких-то колебаний отправляются воевать. Это та сила, принадлежащая пространству чакры солнечного сплетения, которая отличает Больших Кошачьих от других рас, готовых стать покровителями определенных духовных сообществ. Такая внутренняя сила дает возможность воинам преодолевать возникающие внутри страхи, при условии, что обществом управляет достойный представитель власти, и до тех пор, пока правитель искренне предан выполнению своей священной задачи, соответствующей Божественной воле, и почитает существующие порядки общества, которым ему доверено управлять. Качество этого звездного луча сильно схоже с боевой силой и самоотверженной решимостью уже известного нам принадлежащего небесной расе драконов звездного луча Растабан. И по правде сказать, это световое качество, общее для этих небесных воинствующих рас. Самоотверженные энтузиасты, выдерживающие крепость силового удара и готовые пожертвовать собственной жизнью в случае необходимости и ради успеха, цифры. Из книги «Звездные расы. Духовные семьи. Том 1. Страница 302». Книга на английском языке. Невозможно предположить, каково будет поведение интеграции заданного качества душами, несущими в себе коды воина. Вполне возможно, что в этот период будут происходить дальнейшие протесты и борьба, и все еще существует угроза новых терактов в эти дни. Но мы очень надеемся, что души, несущие в своем существе подобные качества, наоборот, во имя света проявят их в более высокочастотном и превосходящем качестве небесного луча Атрия. На масте Пеатрис Цейзель и Аника Гришко. Перевод Лариса Пантелеева.